лекарственно-устойчивого туберкулеза от 2022 года. Сегодня на вебинаре выступят три спикера, а по завершению состоится сессия вопросов и ответов, где вы сможете задать свои вопросы непосредственно спикерам и панелистам. Но напоминаю, что желательно, чтобы вы отмечали свои вопросы в чате уже во время выступления спикеров, для того, чтобы мы могли суммировать и задать все вопросы во время соответствующей сессии. Напоминаю, что вебинар проводится на русском языке с переводом на английский. Вы можете выбрать удобный для вас язык прослушивания и просмотра презентации. Также все презентации уже можно скачать по ссылке, транслируемой в чате. В той же папке мы позже разместим видеозапись данного вебинара. Я попрошу Александра еще раз коротко сказать, как нашим участникам выбрать язык английский или русский для просмотра и прослушивания. Спасибо большое, Эльмира. Да, у нас сегодня вебинар на двух языках, поэтому мы просим вас, во-первых, выбрать язык, на котором вы хотите слушать ваши презентации. Есть там такой значок в виде глобуса в вашем окне Zoom, и вы выберете либо русский, либо английский. Также мы одновременно во время презентации будем показывать презентации и на английском, и на русском языке. Поэтому вы сможете выбрать в окне вашего Zoom вверху будет написано настройки просмотра. Вы сможете нажать на настройки просмотра и выбрать один из демонстрированных экранов. Значит, те, кто будут презентовать, у нас будет одна презентация на английском, остальные на русском, будут презентовать экран на соответствующем языке. И наш WCHEURO канал будет дублировать эти презентации на другом языке, соответственно, на русском или английском. Поэтому вы сможете выбрать тот экран, на котором вы бы хотели смотреть эти презентации, видеть их либо на русском, либо на английском. Надеюсь, что у вас получится. Спасибо. Инструкции будут в чате также. Большое спасибо, Александр. Итак, для начала вебинара я с удовольствием передаю слово доктору Аскару Едельбаеву, руководителю группы Объединенного отдела инфекционных заболеваний при Европейском региональном бюро ВОЗ. Большое спасибо, Эльмира. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Доброго времени суток. Мы очень рады вас приветствовать, как сказала уже Эльмира, на сегодняшнем 20-м по счету в вебинаре виртуального медицинского консилиума по лечению лекарственно устойчивого туберкулеза. И сегодняшняя тема, она является долгожданной. Она является очень актуальной для нашего европейского региона, в котором бремя туберкулеза с ношенной лекарственной устойчивостью и рифампицинно устойчивым туберкулезом все еще остается очень серьезной проблемой. И поэтому недавний выход обновленных рекомендаций по лечению лекарственно устойчивого туберкулеза можно рассматривать как революционные рекомендации, которые могут помочь странам с высоким бременем лекарственно устойчивого туберкулеза и не только, своевременно адресовать проблему соответственно и охватить должным, надлежащим, эффективным и коротким режимами лечения всех пациентов, которые в этом нуждаются. Поэтому, не занимая дольше времени, я бы хотел предоставить слово Эльмире для освещения тем нашего вебинара. Спасибо. Спасибо большое, Оскар. И наш первый спикер на сегодня это доктор Фуат Мирзаев, руководитель группы глобальной программы по борьбе с туберкулезом в штаб-квартире ВОЗ. И сегодня у нас есть уникальная возможность услышать из первых уст о принципах разработки и ключевых рекомендациях обновленного руководства ВОЗ по лечению ЭВУТВ от 2022 года. Я призываю всех задавать свои вопросы в чате. Доктор Мирзаев, слово. Спасибо большое, Эльмира. Спасибо, Оскар. Я постараюсь сегодня в этой презентации немножко дать больше деталей о том, какие не только рекомендации, но что послужило основой для этих рекомендаций и почему группа экспертов приняла эти решения. Презентация будет на английском. Просто было недостаточно времени подготовиться на русском. Но я хочу вас обнадежить, что все вопросы и ответы мы можем провести на русском языке, если это удобнее. Но будет перевод. Так что вам нужно, как сказал Александр, переключиться на перевод на английский язык. Сейчас я... Стараюсь показать слайды. И, Алексей, ты мне можешь просто сказать, правильно ли показывает... Сейчас видим все правильно. Спасибо, Флата. Спасибо большое. Окей. Тогда я перешел на английский. И, как уже сказал, вопросы и ответы мы можем уже задать и ответить на них на русском языке. Я хочу сказать буквально несколько слайдов в качестве такой предыстории о истории разработки руководства и справочников, которые разрабатываются в ООС. Это, надо сказать, уже долгая история в области работы в ООС. С конца 90-х годов мы в ООС выпускаем целый ряд рекомендаций и руководства. И в 2017, в 2019, в 2020 годах мы объединяли эти рекомендации в такие централизованные документы, которые содержат в себе вот такие объединенные рекомендации. Они по-прежнему разделены у нас по модулям, по лекарственно-чувствительному туберкулезу, лекарственно-устойчивому туберкулезу. И вы увидите, что это разделение становится все менее и менее жестким. И по мере того, как мы движемся в будущем, и как раз рекомендации обновления 2022 года, этого сводного руководства по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза, это самое последнее сводное руководство. И еще несколько слов о новых разработках, о том, что изменилось за последние годы в 2022 году. Это 2022 год, это год, когда мы выпустили три набора сводных рекомендаций. Первый – это документ по лекарственно-чувствительному туберкулезу и руководство, и справочник. И мы, по сути, объединили ранее выпущенные рекомендации и добавили еще два четырехмесячных режима для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза. Мы разделили рекомендации по поддержке и по лечению и добавили еще отдельный справочник по оказанию помощи и поддержке. Это то, чего раньше не было. И, кроме того, мы также объединили рекомендации по лекарственно-устойчивому туберкулезу. И в эти рекомендации вошли новые совершенно вещи по шестимесячному режиму БИПАЛ-Н и изменения, которые были внесены в девятимесячные режимы химиотерапии. Теперь несколько слайдов, которые как раз описывают те данные, которые были доступны на момент проведения обновления во время совещания группы по разработке рекомендаций, которые состоялись в феврале-марте 2022 года. Первый большой объем данных, который был проанализован, это были данные из исследования TB Practical, которые проводятся в МСФ, это врачи без границ, и данные, которые поступают из трех центров в Узбекистане, Южной Африке и Беларуси. Целый ряд режимов химиотерапии использовались во время этого исследования, потому что это исследования с многочисленными группами и с многочисленными этапами. Это такой особый тип клинического исследования. На первом этапе я TB Practical изучал три режима. Бипал с моксифлокацино, бипал с клофазимином и просто бипал. Все режимы использовались на протяжении 24 недель, чуть менее 6 месяцев. Затем на втором этапе исследования один режим химиотерапии остался. Это Бипал-М, бипал с моксифлоксоцином, и бипал, бидеквелин, притамонид, ленизолид. Компаратором, и это клиническое исследование имело компаратор, компаратором являлся стандартный режим химиотерапии, который используется в этих трех странах. Он был не единообразным, он не был одинаковым. Он варьировался от 9 месяцев до более длинительных, до 18-20 месяцев. Но все эти режимы – это те режимы химиотерапии, которые рекомендуются в ООС. Итак, схематическое изображение временных сроков проведения исследования. Конечно, у нас был период последующего наблюдения, как минимум до 72 недель после начала, и в некоторых случаях последующие наблюдения даже продолжатся дольше. У кого-то микрофоны не выключены. Вы, пожалуйста, следите за тем, чтобы микрофоны были выключены, потому что звучит шум. Еще одной группой данных, которая рассматривалась специалистами ВОЗ, данные, которые поступили из исследований ЗЕНИКС, четыре места проведения – Грузия, Республика Молдова, Россия и Южная Африка. Стоит отметить, где проводятся исследования, потому что многие страны имеют важное отношение для европейского региона. И в ЗЕНИКС, и в Практикл. Исследование ЗЕНИКС, вот это исследование, несмотря на то, что оно называется клиническим исследованием, проводилось как клиническое исследование, но в компаратора в этом исследовании не использовалось. Однако было четыре группы с четырьмя режимами. Все это БИПАЛ, но разная длительность использования ленизолида и разные дозы ленизолида. Мы еще, конечно, расскажем о том, как мы эти данные использовали. Надо сказать, что был накоплен большой массив данных из Южной Африки. Вы, наверное, знаете, может быть, не знаете, что Южная Африка была еще переведена на девятимесячный режим еще в 2016-2017 году с этиномидом, а во второй половине 2019 года этот режим химиотерапии был изменен, этиномид был заменен на ленизолида. И так как нам это было интересно, мы получили все данные из Южной Африки, начиная с 2019 года. И мы использовали в качестве компаратора также данные из Южной Африки в этот режим с этиномидом. Вы видите на экране. Также мне хочется сказать о данных, которые мы получили от многих стран в европейском регионе. Мы благодарим страны за предоставленные данные. Мы для этого объявляли такой призыв к сбору данных еще в 2021 году. Да, в 2021 году это было. И это были программного характера данные по использованию рекомендованных ВОЗ режимов химиотерапии. Девятимесячный режим химиотерапии. Также Южная Африка предоставила данные в рамках этой инициативы по сбору данных. Но также мы получили программного характера данные из Белоруссии, Грузии, Индии, Республики Молдова, Мозамбика, Папуа, Новая Гвинея, Российская Федерация и Сомали. И также мы получили данные на основе практической работы, проводимой МСФ в целом ряде стран. А также по проекту NTB, который проводится МСФ и партнерами во имя здоровья. Так это основа, это те данные, которые мы использовали для проведения обновления руководства. И два раздела, которые были обновлены. Это первый раздел, посвященный шестимесячному режиму БИПАЛ-М, и второй раздел по девятимесячному режиму. Были незначительные изменения в более длительном режиме химиотерапии. Мы можем их объяснить, если вам это интересно. Но мы также обновили и справочник. Эта работа проводилась в параллели. В этой презентации, учитывая время, выделенное нам, я останавливаюсь главным образом на режиме БИПАЛ-М, но мы, конечно, можем коснуться и девятимесячные режимы, и более длительные режимы, если у вас по ним будут вопросы. Итак, был проведен очень тщательный анализ с использованием принципов вопросов ПИКО. Вопросы ПИКО – это вопросы, которые мы должны использовать для проведения обзора и используя механизмы обновления рекомендаций. Такой вопрос ПИКО – это популяция, вмешательство или интервенция, компаратор, и у нас должен быть режим, то есть это вмешательство, компаратор, то есть то, с чем мы сравниваем, это, возможно, группа режима, и исходы. Когда мы смотрим на исходы или результаты в анализе, мы смотрим на желаемые, желательные и нежелательные. Конечно, эффективность этого режима и безопасность режима играют главную роль, но и другие параметры также рассматриваются. Это экономическая эффективность, это целесообразность и так далее. Много вопросов, которые мы должны учесть для того, чтобы провести вот такой полный всеохватывающий анализ, и вы их видите на этом экране. Все эти вопросы, вопрос 3, 4, 5, 6, и было больше для разработки рекомендаций, я показываю только те, которые касаются непосредственно рекомендаций в отношении режима BIPALM, это важно для того, чтобы вы понимали, какой процесс был в нашей работе. Первый ряд вопросов – это те обзоры, которые проводились, это огромная масштабная работа, это касалось дозирования ленизолида. Большая часть данных – это главный процесс из исследования XENIX, когда мы сравнивали различные режимы, используемые в рамках этого клинического исследования. По сути, все они сравнивались друг с другом и между собой, и в конце вы видите, что по некоторым рекомендация была против, допустим, первая линия против BIPALM, когда было 1207 миллиграмм инзолид на протяжении 9 недель, потому что компаратором было на протяжении 26 недель результат был лучше. Да, вот 1200 миллиграмм и 26 недель, и результат был лучше. И в итоге вот такое резюме, логическое резюме всех рекомендаций, было проведено. И вот подобного рода работа позволила выбрать тот режим, который и имел наиболее оптимальную дозировку с точки зрения эффективности и безопасности. Это ленизолид 600 миллиграмм на протяжении 26 недель. Следующая группа вопросов для другой группы пациентов, это пациентов, у которых МЛУ и устойчивость к торхиналонам, это преша ЛУ по настоящему определению. Мы сравнивали BIPALM с более длительным режимом химитропии, и здесь вывод был в пользу режима BIPALM. Пятая группа вопросов, да, целый ряд сравнений. И это сравнение было вынесено в пользу BIPALM при сравнении с 9-месячным режимом, с этианамидом или ленизолидом, и при сравнении с более длительным режимом химитропии. Самым важным была группа вопросов номер 6, когда, опять-таки, 6-1 – это самый важный, мы сравнили BIPALM в рамках исследования ТБ Практикл с группой стандартных режимов химитропии, и выбор был в пользу BIPALM. Для полноты обзора мы попытались сравнить BIPALM, это BIPAL с моксифлоксоцином, с BIPAL с клофазимином или просто BIPAL в рамках исследования. И, как вы видите, все проведенные сравнения указывали в пользу BIPALM. Но BIPAL без моксифлоксоцина или клофазимина также показал довольно хорошие результаты. Учитывая все это, и учитывая всю проведенную работу, была проведена такая сводка рекомендаций, конечно, гораздо сложнее использовать все эти такие отдельные рекомендации, потому что они все подводят нас к логическому выводу использования 6-месячного режима BIPALM, BIPALM с моксифлоксоцином предпочтительно к 9-месячному режиму или более длительному 18-месячному режиму. Это условная рекомендация с низкой степенью достоверности доказательств, потому что, по сути, данных у нас было не очень много, все эти исследования, буквально 100 пациентов, да, сотни пациентов, в них были не тысячи. Но давайте посмотрим, что же это означает с точки зрения примечаний, потому что примечания очень важны для практической рекомендации, особенно для отбора пациентов. Отбор пациентов, так как это новый режим, и весь опыт, который мы обладаем, получен из этих двух клинических исследований. Конечно, также проводятся операционные исследования в настоящий момент, но мы использовали критерии отбора, которые используют в этих исследованиях, для того, чтобы попытаться и понять, для кого данный режим можно использовать, БИПАЛ-М или же просто БИПАЛ. Это люди с МЛУ туберкулезом или МЛУ, устойчивость в торхиналон, прешилу. Это пациенты с подтвержденным туберкулезом легких, но и некоторые формы вне легочного туберкулеза также могут быть включены. Я к этому еще вернусь более подробно. Так как Xenex и Practical немного отличались с точки зрения возраста включения, в Тиби Практикл 15 и старше, в Xenex 14 и старше, группа по обзору рекомендаций приняла решение о том, что порог должен быть установлен на уровне 14 лет и старше. Опять-таки, оба исследования включали людей с сочетанной ВИЧ-инфекцией, и отбор пациентов был защищен невключением пациентов с возможной устойчивостью к бидоквилиду, линезолиду, притамониду или диламониду. То есть, если пациент... То есть, пациент в прошлом должен был получать препараты менее одного месяца. Если мы вот так сейчас постараемся как-то кратко это суммировать и сказать, какие группы пациентов могут использовать этот режим, это люди, живущие с ВИЧ, можно использовать, но необходимо учитывать возможное лекарственное взаимодействие. Можно использовать этот режим у детей, скорее подростков, начиная с 14 лет и старше, ограничено применение этого режима химиотерапии у беременных женщин, главным образом, и при этом они, потому что это новый препарат, и пока что нет такого хорошего опыта использования этого препарата у беременных женщин. И также этот режим можно использовать при некоторых формах внелегочного туберкулеза, но так как у нас на тот момент не было данных, не было фактических данных, мы пока что исключаем пациентов с тяжелыми формами внелегочного туберкулеза, такими как туберкулезный менингит, это костно-суставной туберкулез, или же миллиардный. Необходимо подтверждать устойчивость к рифампицину у пациентов, которые берутся на этот режим. Тейл-чек в торхиналонам является желаемой мерой, и в идеале необходимо проводить тейл-чек в торхиналонам для того, чтобы скорректировать режим химиотерапии при выявлении лекарственной устойчивости к киналонам, необходимо отказываться от моксифлоксацина. Но, по сути, режим можно начинать как БИПАЛ-М, а затем его модифицировать, если позже выявляется лекарственная устойчивость к киналонам. Оценка туберкулезного процесса необходима, потому что больные с туберкулезом легких, как я уже говорила, мы можем использовать для некоторых форм внелегочного туберкулеза. Вот интересный нюанс по составлению режима химиотерапии и подбора доз. Дозировка стандартная, за исключением бидоквилина. Мы также включаем возможность альтернативной дозы бидоквилина, как в ЗЕНИКС, для того, чтобы упростить программное применение этого режима, потому что это ежедневный прием на всем протяжении. Не ежедневно на протяжении двух недель, а затем мы переходим на три раза в неделю. Нет. Вы видите, что и доза выше на протяжении первых 8 недель, а потом переходим на 100 миллиграмм каждый день. Длительность, опять-таки, нюансы. Если режим используется в качестве БИПАЛ плюс моксифлоксацин и нет устойчивости к киналонам, то может быть длительность 6 месяцев. Если режим у нас меняется на БИПАЛ, то мы можем продлить этот режим на 3 месяца, и общая длительность будет 9 месяцев. Если есть показания или есть у нас свидетельства, данные о таком низком, да, низкой скорости, изменить состояние, то это 39 недель. Некоторые дополнительные параметры и аспекты внедрения, надо бы сказать, есть определенный препарат, такие как ленизолит, которые, как мы знаем, вызывают серьезные нежелательные явления. Именно поэтому в практическом справочнике мы подробно описали такие практические аспекты. Если необходимо отменить и препараты, тогда режим должен быть установлен по причине удачи. Если ленизолит из-за нежелательных явлений, и в зависимости от тяжести этих нежелательных явлений, ленизолит до его дозы можно сократить до 300, с 600, или если необходимо полностью отменить ленизолит, и это происходит раньше, чем 8 недель, которые остаются до конца недели, да, то это проблема, потому что это проблема. Многие пациенты прекратили прием ленизолида. Как минимум 8, 9, простите, последовательных недель приема ленизолида необходимо. Если моксифлоксацин также останавливается, это не проблема, мы можем продолжить режим как бипал, без моксифлоксацин. И, конечно, иногда на протяжении последовательных недель пациенты буквально через неделю прерывают лечение, то 2 недели прерывания приема означает, что необходимо изменить режим химиотерапии. Пациент в данном случае не может продолжать прием. Если это не последовательное прерывание, если вот более 4 недель общее прерывание не последовательно 2 недели, а вот если больше в совокупности прерывания приема, то также необходимо рассмотреть изменения режима химиотерапии. Что касается мониторинга, то есть тоже особенности. Проводится микроскопия мазка и культуральные исследования. Также применяется активный мониторинг безопасности препаратов. И также определения у нас были, которые были изменены в 2020 году. Их можно использовать, определение исхода для осуществления мониторинга эффективности лечения. Эльмир, наверное, здесь мне стоит остановиться и рассмотреть вопросы, которые есть. А если у нас будет время, тогда мы можем уже и обсудить 9-месячный режим и пероральный режим. У нас здесь есть два варианта. А пока что, может быть, вопросы, потому что я уже рассказала. Большое спасибо, Фуат. Вы точно успели по регламенту. В принципе, я пока что в чате не вижу вопросов, но мы, дорогие участники, если у вас будут вопросы, вы можете задавать в чате. И после завершения трех презентаций у нас будет сессия вопросов и ответов, когда мы озвучим все вопросы, которые поступили в чат. Вот сейчас, в принципе, я могу задать один вопрос, который в чате поступил от Гульжан Тулеповой. При каких режимах применяется ли передоксин 50 мг ежедневно? В принципе, имеет смысл применять также передоксин, когда применяется этиономид. Скорее всего, это 9-месячный режим, вот эта опция с этиономидом. Да, и в принципе, если при применении линии золида семейная организация здравоохранения также по руководствам, например, референс на рекомендации по использованию длинных режимов для предотвращения нежелательных явлений, таких как периферическая нейропатия и миелосупрессия, также рекомендовалось использование передоксина ежедневного. Не так ли пероральное использование передоксина? В принципе, да. В принципе, да. Имеется определенные данные, что, возможно, он предотвращает какие-то серьезные побочные эффекты линии золида. но у тех больных, у которых возникает или серьезная анемия, или периферическая нейропатия, или офтальмологические нарушения, когда воздействуют на зрительный нерв, в принципе, также данные показывают, что от таких вот тех больных, если это возникает, это он, скорее всего, не предотвратит. Большое спасибо. Следующий у нас вопрос. Какие критерии нужно использовать для определения исходов лечения для БИПАЛ? Все критерии такие же, как и других режимов лечения. Единственное, возможно, даже не разница, больше подробностей мы постарались описать в операционном хэндбук, в практическом руководстве, как интерпретировать неудачный исход лечения. И это связано в основном с теми параметрами, которые я указал, что при остановке лечения больше, чем на две недели, если это последовательно, если необходимо остановить и бедокилин, и притамонит, тогда исход лечения как неблагоприятный, и надо менять режим лечения на другой. То есть вот там в операционном руководстве есть немножко более подробно о том, как определить неблагоприятный исход лечения в случае использования БИПАЛа. Но в принципе исходы лечения таким же образом используются, как и для остальных режимов. Спасибо большое. Дорогие коллеги, спасибо, что пишете свои вопросы, продолжайте писать вопросы. Я думаю, что мы сейчас пойдем по программе и дадим слово нашему следующему спикеру. По завершении всех выступлений у нас будет отдельная сессия вопросов и ответов, как раз укладывает возможность ознакомиться со всеми вопросами, поступившими в чат. Я с удовольствием передаю слово господину Александру Коротичу, техническому специалисту Объединенного отдела инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро ВОЗ для освещения нашей следующей темы. К сожалению, наша коллега доктор Нинолом Тадзе, которая должна была выступить сейчас с этой темой, по непредвиденным причинам не смогла к нам присоединиться, поэтому господин Коротич, огромное спасибо, что вы протянули руку помощи и представите нам презентацию. Спасибо большое, Альмира. Действительно, мне пришлось вступить, и поэтому, может быть, не все покрою в таком же виде, как Нино планировала, но надеюсь, что основную суть презентации донесу. Коллеги, значит, сегодняшняя наша тема посвящена готовности стран нашего региона к внедрению новых шестимесячных укороченных режимов влечения ЛУТБ. В данной презентации мы расскажем вам о вопросе, который проводило региональное бюро ВОЗ осенью 2022 года. Целью этого опроса было лучше понять различные сценарии внедрения и реализации новых инновационных шестимесячных режимов влечения ЛУТБ и пришел ЛУТБ в условиях программного внедрения. Этот опрос основывался на чек-листе, который был разработан рабочей группой ВОЗ по внедрению модифицированных краткосрочных режимов. Мы собрали такую небольшую подгруппу, которая разработала чек-лист, такой контрольный перечень моментов, на которые стоит обратить внимание при подготовке внедрения программного лечения режимами БИПАЛ и БИПАЛМ. И вот на основании этого чек-листа мы разработали опросник, в который осветили такие моменты, как национальная политика лечения, предоставление услуг, фармацевтическое обеспечение и менеджмент, лабораторная диагностика, мониторинг и оценка. Целью этого анализа было проинформировать ВОЗ и технические партнеры доноров о том, какая техническая поддержка, финансовая поддержка нужна будет при развертывании программным этих новых режимов, а также и чтобы дать возможность самим национальным туверкулезным программам оценить свою готовность и посмотреть, что необходимо еще улучшить. На этом слайде останавливаться не буду. Этот контрольный перечень доступный, который разработан этой группой ВОЗ нашей по внедрению МКРЛ, и также эта же группа, когда только были выпущены краткое сообщение ВОЗ о том, что БИПАЛ и БИПАЛ будут внедряться, также разработал алгоритм сортировки пациентов младше и старше с 14 лет, который будет актуальной для нашего региона в свете внедрения также операционного исследования МКРЛ, которое сейчас проходит в 13 странах нашего региона. Мы пригласили все 18 стран, которые имеют наивысший приоритет в борьбе с суперкурозом в нашем регионе ВОЗ, но получили ответы от шести стран. Вы видите эти страны на экране. Это Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова, Узбекистан, Украина. Мы очень благодарны в том, что эти страны приняли участие и дали нам свои ответы. Итак, начнем с того, какая же текущая национальная политика по введению МЛУТБ. Все из этих стран уже имеют практику внедрения операционного исследования МКРЛ, то есть это исследование, в котором внедряются модификации к стандартному краткосрочному режиму в условиях операционного исследования и режимы МКРЛ. Они применимы для пациентов с МЛУТБ без устойчивости к вторхиналонам. И вот в этих всех странах уже была такая практика лечения короткими режимами. Также в пяти из этих шести стран уже была практика внедрения режима БИПАЛ либо в условиях операционного исследования, либо программно, как в случае Грузии. Грузия начала это делать даже до того, как ВОЗ выпустила свою рекомендацию по программному использованию режима БИПАЛ. Дальше мы рассмотрели, как страны адаптируют руководство ВОЗ, когда они выходят, и четыре страны сообщили, что у них нет прямого механизма применения политики ВОЗ, сразу адаптация ее в программные условия. То есть для того, чтобы использовать рекомендации ВОЗ, сначала нужно утвердить национальное руководство и уже потом развертывать новые режимы. В то же время Узбекистан и Украина указали, что они такой механизм применили, и рекомендация ВОЗ уже является достаточным подспорьем, чтобы начать внедрять программно те или иные изменения в режимах рекомендованных для МЛУТБ. На данный момент у четырех из этих шести стран видите на экране уже внедряется также и режим вернее в национальное руководство прописан режим МКРЛ. В двух странах Кыргызстан и Республика Молдова такого упоминания нету. Также мы задали вопрос включает ли обновленное руководство режим спасения, который также может использоваться в случае неудачи и неприемленности режима БИПАЛ. И все страны ответили, что режим спасения применяется и описан в национальных руководствах. Далее мы поинтересовались у стран какое было распределение пациентов с МЛУТБ на коротких режимах и на длительных режимах. И страны отметили, как вы видите, что очень мало в нашем регионе используется стандартный короткий режим, который был прописан в руководстве 2021 года. Только небольшое количество включалось в Кыргызстане, в Узбекистане и в Украине, но при этом Молдова этот режим использовала довольно часто. Как вы знаете, этот режим имел определенные ограничения в нашем регионе из-за профиля устойчивости, поэтому, собственно, региональное бюро ВОЗ выступило с инициативой проведения операционного исследования МКРЛ. И некоторые страны особо преуспели в включении пациентов на МКРЛ. Как мы видим, в частности, в Белоруссии, в Грузии, больше 60% пациентов включались на режим МКРЛ. в несколько меньшем объеме эти пациенты включались в Киргизстане, в Республике Молдова, в Узбекистане, в Украине. Вы видите эти проценты на слайдах. Также, прощение коллеги, выключайтесь мои микрофоны. Спасибо. И также вы видите на слайде, что довольно распространено использование также длительных режимов 18-20 месяцев. В частности, этот режим наиболее часто используется в Киргизстане и в Узбекистане. Поэтому есть место для развертывания и режима МКРЛ и режима БИПЛМ. Вот эти пациенты, которые в основном эти пациенты, которые на 18-20 и 20-месячных режимах, если это пациенты с МЛУТБ, имеют возможность скорее всего и лечиться и короткими режимами, если подкопает под критерии. Также мы оценили, сколько процентов пациентов с МЛУТБ получали БИПЛМ. Видите, эти цифры довольно низкие, причем, что устойчивость к тархиналонам в нашем регионе довольно большая. И вот режим спасения вы тоже видите в среднем, 9% пациентов получали режим спасения среди тех пациентов, которые лечились в странах от МЛУТБ. В целом, на данный момент из этих шести стран, на данный момент это на момент опроса, а именно на сентябре-октябре 2022 года, страны планировали продолжать операционное исследование БИПАЛ, которое у них было запущено, но также рассчитывали, что со временем они от него откажутся в пользу программного внедрения БИПАЛ. Дальше результаты это дальше мы посмотрели также текущее состояние оказания и моделей помощи пациентам. Большинство стран сообщили, что очень большой процент процентов средняя госпитализация составляет около трех месяцев, поэтому здесь еще есть возможность для оптимизации и в частности для внедрения такой модели оказания помощи, как видеосопровождаемое лечение. На данный момент из вот этих шести стран средний охват видеосопровождаемым лечением был 35%, то есть только треть процентов получали видеосопровождаемое лечение и это создает возможности для расширения использования видеосопровождаемого лечения. Также все страны отметили, что уже и благодаря операционному исследованию МКРЛ и в целом благодаря программной практике все из них отработали и имеют хорошую систему активного мониторинга безопасности лекарственных средств, которые включают и исходный регулярный мониторинг безопасности и внедрение системы учета и отчета по безопасности. Из этих шести стран только Молдова отметила, что они не могут предоставлять ДОТ, лекарства под прямым наблюдением в выходные дни, в частности в воскресенье 7 дней неделю. Остальные страны отметили, что они это уже отработали, потому что в операционном исследовании модифицированных срочных режимов предоставлялся лечение 7 дней в неделю и также такое же требование будет и в рамках программного внедрения БИПАЛН. Что касается фармацевтического обеспечения, ситуация немного разнится между странами, только половина стран имеют регистрацию бедоквилина и линзолида, это Беларусь, Кыргызстан и Украина, но максифлоксиоцин зарегистрирован во всех странах уже, а претамонид зарегистрирован в 5-6 стран, пока регистрации нету только в Республике Молдова, то есть условия для закупки компонентов режимов созданы и препараты зарегистрированы в большинстве стран и также доступность этого, доступность претамонида одного из ключевых компонентов в это режима тоже довольно хорошая, кроме Республики Молдова, которая дальше будет работать над этим вопросом. Источники финансирования для закупки режимов этого препарата это может быть и глобальный фонд и правительство, и в двух странах это могут быть только глобальный фонд, а в Беларуси с этим помогает также организация Медсансонфонте, врачи без границ, и пока предоставляют лекарства только они. Но все страны отметили, что выделенное финансирование будет достаточно для закупки препаратов для развертывания этих режимов БИПАЛМ и БИПАЛ. Все из стран, которые участвовали в этом исследовании, пять, отметили, что они планируют внедрение БИПАЛМ на территории всей страны, а Узбекистан будет на начальных этапах развертывать этот режим в виде апробации. Также Беларусь и Узбекистан отметили, что уже начали назначение режима БИПАЛМ в рамках операционных исследований на тот момент, а Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова и Украина планируют внедрение этого режима для пациентов с торговой чувствительностью после получения официальных рекомендаций или во втором квартале 2003 года. Как я уже говорил, этот вопрос проводился осенью 2022 года, поэтому уже есть некоторые изменения, насколько мы знаем, например, Украина также уже программно внедряет режим БИПАЛМ. Ожидается, что в течение первого года внедрения в общей сложности режим будет назначен где-то полторы тысячи пациентов в шести странах, то есть в этих странах, которые приняли участие в опросе, и в пяти из шести стран есть механизм ввоза импорта в страну фармацевтической продукции, не имеющей регистрации. Вопрос неприменим в Кыргызстане, поскольку там зарегистрированы все препараты режима БИПАЛМ, и они могут обеспечить закупку этих препаратов. Так, и все страны уже провели оценку потребностей препаратов с учетом внедрения режима БИПАЛМ, и, соответственно, коммуницировали ее с донорами, и с Global Drug Facility. Что касается лабораторной диагностики, при подозрении на ТБ обеспечение рекомендованной ВОЗ молекулярной экспресс-диагностикой был в 100% случаев в этих странах, и более 90% случаев были охвачены и тестирование на ТЛ-ЧЕК препаратами второго ряда, то есть уже доступны и Эксперт-Экс-Диар, и ХАИН второго ряда, что обеспечивает быстрое тестирование на чувствительность археналона. Также в 4 из 6 стран руководства по диагностике были обновлены в соответствии с новым модулем 3, который был выпущен в ВОЗ в 2022 году, то есть приведены к самым новым рекомендациям. Но также страны отмечали, что для обновления принципов сортировки пациентов и лабораторных алгоритмов для внедрения БПЛМ будет требоваться техническая поддержка. 4 страны это отметили из 6. Все страны имеют доступ к фенотипическому ТЛЧ, рекомендованному ВОЗ, к препаратам из режима БПЛМ плюс Деламонид. Также некоторые страны отмечали нехватку финансирования, выделенную на закупку лабораторных реактивов оборудования государственным бюджетом или грантом глобального фонда Кыргызстан и Узбекистан. То есть на эти моменты стоит обратить внимание. В заключение подрезюмируем на данный момент страны, все страны, которые приняли участие в этом опросе, готовы включить на 2023 год в свои руководства национальные рекомендации по программному внедрению 6-месячного режима БПЛМ в качестве режима основного выбора для пациентов с МЛУТБ. Но также 4 страны будут сохранять режим МКРЛ в условиях операционного исследования для определенных целевых групп. В частности, это дети младше, 14 лет беременные женщины и еще некоторые группы. Также, насколько мы знаем, сейчас объем поставок притамонида, который может быть предоставлен странам, не готов покрыть все потребности стран, поэтому на данный момент в этом году, возможно, в следующем режимы МКРЛ и БПЛМ будут существовать, но режим МКРЛ пока может применяться только в условиях операционного исследования. В среднем в 2021 году охват пациентов с МЛУТБ укороченными режимами составил 45%, полностью переоральными режимами более продолжительными 42%, и режимы спасения 11%. Высокий процесс госпитализации наблюдается в регионе в текущий момент, и длительность пребывания в стационаре довольно продолжительная, то есть около 83 дней, поэтому существует необходимость распространения использования видеосопровождаемого лечения, в данный момент это только 35%, и других методов помощи, ориентированных на пациента. На данный момент страны репортируют, что существует хорошо отработанный механизм активного мониторинга безопасности лекарственных средств, и также существуют бесперепойные поставки препаратов, и все страны смогут легко закупить режим ВПЛМ для программного использования, и также существует хороший доступ к методам экспресс-диагностики лекарственной устойчивости к препаратам первого и второго ряда, больше 90% случаев охвачены этими методами, что создает хорошие условия для внедрения режима ВПЛС согласно рекомендации. Также, но при этом наблюдаются проблемы с адекватным финансированием закупок лабораторных реактивов, и этот компонент будет требовать улучшения. В целом, мы можем сказать, что и текущая работа по внедрению операционных исследований и МКРЛ и ВПЛ для пациентов с страховной устойчивостью подготовил данные страны, которые приняли участие в этом опросе, к быстрому развертыванию и внедрению режимов ВПЛМ в условиях программного внедрения. Спасибо большое всем странам, которые приняли участие в этом опросе, целевой группе Европейского бюро ВОЗ по внедрению операционного исследования МКРЛ, а также коллегам из партнерства «Остановить туберкулез», которые приняли участие в разработке этого опроса, ну и, конечно же, всем коллегам, которые принимали участие в этом опросе. Спасибо большое. Большое спасибо, Александр, за прекрасное резюме о готовности шести стран к внедрению коротких режимов, в особенности БИПАЛ. Огромное спасибо всем участникам, которые активно задают вопросы в чате. Я особая благодарность Фуаду Мирдаеву, который уже начал отвечать на вопросы, но все же мы их озвучим в конце во время сессии вопросов и ответов. После того, как мы прослушали непосредственно о рекомендациях и о готовности различных ранг к внедрению этих рекомендаций, я думаю, все согласятся, что особо интересно услышать о раннем опыте внедрения и наращивания и использования коротких режимов, а именно БИПАЛ, МОКСИ, и наша дорогая коллега профессор Олена Скрагина, заместитель руководителя национально-туберкулезной программы Беларуси, любезно согласилась поделиться с нами своим опытом. Олена, слово вам. Да, мы видим ваш экран. Отлично. Олена, мы вас не слышим. Дорогие коллеги, меня слышно? Все отлично, спасибо. Хорошо. Возможность прежде всего поделиться белорусским использованием. Как вы видели, сегодня уже об этом много говорилось. Вы видите, вышло много новых рекомендаций ВОЗ. Вот я включила на этот слайд основные, последние из которых по лечению рифампицин устойчивого туберкулеза вышли 15 декабря 2022 года. И вы видите, что новое национальное руководство уже 16-12 так получилось, что на следующий день включило в себя все новые рекомендации ВОЗ, потому что мы пользовались при подготовке срочным информированием, и поэтому это позволило нам быстро иметь законодательную базу для внедрения всех, скажем, инноваций в направлении диагностики и лечения туберкулеза. Имея законодательную базу недостаточно, нужно, чтобы была быстрая молекулярная диагностика. Мы это с вами очень хорошо понимаем, поэтому этот слайд демонстрирует внедрение новой молекулярной диагностики и по рекомендациям ВОЗ быстрые методы диагностики препаратам как первого, так и второго ряда должны быть обеспечены более чем на 90% случаев для всех пациентов. В данном случае нас интересует приемлемое время для начала лечения. У нас внедрено тестирование лекарств и лекарств препаратов и второго ряда. многих странах в случае лекарств и лекарств и лекарств находятся в процессе обучения этому методу, за которым будущем необходимо внедрять. У нас есть огромный способ в 2015 года внедрять новые лекарствы и режима штаммов. Большинство пациентов в Баруси имеют полное лекарственное течение менее чем две недели в выделенном спецназе. Для внедрения новых режимов необходимо внедрение активного мониторинга безопасности и очень тесное взаимодействие с системой фармаконадзора. У нас огромный опыт внедрения активного мониторинга безопасности, причем мы долгое время вели полный его пакет, это когортный мониторинг, а уже начали только с 2016 года, с 2018 года, когда начали модифицированно использовать короткие режимы лечения, мы внедрили промежуточный пакет активного мониторинга безопасности, все страны теперь его делают благодаря инициативе ВОЗ регионального исследования коротких режимов лечения. Также необходимым элементом внедрения коротких режимов лечения является видеоконтролируемое лечение. У нас тоже достаточно большой опыт в этом направлении, мы все с вами понимаем, что даже для модифицированных коротких режимов лечения, которые выполняются теперь практически в каждой стране нашего региона, мы должны обеспечить лечение 7 дней в неделю и успеть вот те же, например, модифицированные короткие режимы получить наших 273 дозы в течение 39 в крайнем случае 43 недель, что абсолютно невозможно без получения лечения 7 недель в этом смысле поддержки видеоконтролируемого лечения и обходить. У нас 49 процентов в пациенте видеоконтролируемого лечения мы можем увеличить количество. короткие лекарства есть в Беларуси благодаря поддержке Глобального фонда государства и МСФ. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить МСФ особенно за поддержку нас в плане обеспечения притамонидом. Бедаквилин, притамонид и ленинзолид зарегистрированы в стране. С 2019 года у нас полностью перорально режимы лечения. И вы видите вот этот розовый спектр, розовый круг, как его удельный вес увеличивается. В 2022 году мы взяли 78 процентов пациентов на два вида основных коротких режимов лечения, то есть МКРЛ и БИПАЛ совместно составили вот такой достаточно большой процент. Почему мы так легко и спокойно пошли на новый режим лечения? Ну, прежде всего у нас, как и у вас, как и у многих стран, достаточно большой опыт внедрения операционного исследования по модифицированным коротким режимам лечения. Также очень важна работа консилиума с вещества которые перешли в онлайн. У нас есть возможность визитов очень успешно модифицированных коротких режимов нашей части в региональных когорт, которая достаточно большая, вторая по величине когорт первая Украина и вторая вот наша, она показывает, что успех лечения 91%. Кроме того, вот эта региональная инициатива, в которой мы все с вами участвуем и которая дает возможность пациентам лечиться сравнительно коротко, я говорю сравнительно с Бипалом, вот коротко 9 месяцев, она позволила нам приобрести и очень хорошие навыки внедрения активного мониторинга безопасности. Мы приобрели инструменты, мы можем оценивать неврологический статус, остроту зрения, цвета и ощущения, не прибегая постоянно, это невозможно обеспечить ежемесячно к соответствующим специалистам. Очень хороший инструмент также проверка качества мониторинг темплейт, который тоже вам знаком. И наш опыт использования Бипала достаточно длительный. Видите, мы начали как клиническое испытание с 2018 года и закончили его в 2021 году, а затем уже перешли к операционному исследованию в прошлом году, которое мы начали. И вот если мы будем говорить о клиническом испытании, обратите внимание, что клиническое испытание, которое мы начали очень давно, режимов Бипал, характеристики пациентов посмотрите какие, мы не особенно их отбирали. Вот обратите внимание, ВИЧ 10,6 в том смысле не отбирали, что не пытались исключить пациентов с факторами риска. Каждый пятый, вы видите, злоупотребляет алкоголем. Больше 18% имели низкий вес тела. 13,6%, но я обращаю внимание на более значимые цифры, имели сахарный диабет. Каждый третий был бактериоскопически положительный, то есть имел серьезную бактериальную нагрузку. Почти 40% имели двустороннее поражение легких, и каждый пятый имел полости распада. И посмотрите, несмотря на это, успешное лечение составило 85,7%, и в общем-то оно сниженное было бы выше только из-за того, что были очень строгие критерии включения, как в каждое клиническое испытание. Оно значительно более строго по правилам, чем клиническое исследование. Мониторинг лечения режима БИПАЛ. Вы видите, он нам очень хорошо знаком, потому что он практически такой же, с изменением показателей, легко с вами пользуемся уже в рамках МКРЭ. Видите, остается та же рекомендация для использования для выполнения нижних явлений. Мы используем тяжести и в рамках МКРЭ данных RedCap упрощает введение данных. По операционному исследованию и включению в режим БИПАЛ вы видите, что 2 марта 2022 года включен первый пациент, всего включено 197, но сейчас я буду говорить о тех, которые завершили лечение, и таких 134, потому что я думаю, для всех специалистов очень важно именно видеть исходы лечения. Вы видите, что это было, как обычно большинство 76% мужчин по возрастному составу, это было большинство людей с 25 до 64 лет, и обратите внимание, что вот в новом этом, все-таки для нас достаточно новом, для региона, режиме лечения 23% пациентов были те, которые раньше были лечены, то есть это не только новые. А вот теперь характеристика пациентов, которые закончили лечение. Вы видите, что каждый четвертый из них имел злоупотребление алкоголя, 6% люди, находящиеся в местах лечения свободы, или которые находились ранее. Много людей, более 17% со сниженной массой тела, 16-4% пациентов имели сердечно-сосудистую патологию, я на это особенно обращаю ваше внимание, потому что вы понимаете, что у нас в режиме препараты, которые влияют на сердечно-сосудистую деятельность. Видите, более 10% имели гепатит, почти 7% ВИЧ-инфекцию. 30% этих пациентов имели микроскопию положительную, 32% имели двустороннее поражение легких, 40% из этих пациентов, посмотрите, почти половина имели полости деструкции. Ну а теперь оценка эффективности. Вы видите, что практически все, кроме одного пациента, были обоцелированы культуральным методом к третьему месяцу лечения. Это уже блестящий результат. А теперь посмотрите на исход лечения этих пациентов. Успех лечения составил 94,8%. Я думаю, что это комментировать не надо. Это очевидно, что это больше, наверное, ожидать мы и не ожидали. То есть, это, конечно, прекрасный успех лечения. По поводу нежелательных явлений. лечения тоже интереса от МКС. Отличаемся панкреатитом. Вы видите, делаете, вы тоже сами делали, идете и обращаете нежелательное явление особо на уже привыкли. Есть чуть-чуть новое добавилось гипотириоз, панкреатит. Мы на них обращаем внимание, особенно на панкреатит. И вот как результат наших введений и завершений исхода лечения 134 пациентов, я хочу вам сказать, что у нас не было ни одного нежелательного явления, представляющего особый интерес. Но было 11 серьезных нежелательных явлений у 9 пациентов. И теперь, скажем, наши ближайшие планы, которые мы начали уже реализовывать. это 23 год. Мы планируем, что в этом году мы внедрим и возьмем 75 процентов пациентов на режим ППЛМ и планируем, что чуть меньше, но, допустим, около 5 пациентов будут пациенты на модифицированном коротком режиме лечения. Вы знаете, почему. Только что Александр вам повторил, подсказал, уже об этом и прописано везде, тем не менее, сакцентировал наше внимание на то, что будут те категории, которые не подходят по недостаточности пока что данных на режим ППЛМ это дети до 14 лет беременные и кормящие. И мы оставляем для длинных режимов 20 процентов, потому что есть те исключения, которые мы не можем пока что взять на БИПАЛ, это тяжелый нелегочный туберкулез, это резистентность к препаратам режима, это неудача в лечении из-за отсутствия конверсии макрота, клинического ответа или, например, возникшей дополнительной резистентности. также те, которые потеряны для наблюдения или, например, доказана непереносимость, которую мы никогда не видели, честно говоря, но может быть когда-то и случится лекарств БИПАЛа и состояние те, которые требуют индивидуализированного подхода, это всегда случается. Пользуясь случаем, это все, кстати, прописано в руководстве, о котором сегодня говорил Фуат, то есть вы можете всегда это использовать и пользоваться случаем. Я хочу поблагодарить наших партнеров Всемирного здравоохранения, МСС, Глубальный фонд и прекрасную городскую команду, без которой бы это было просто не возможно, многие из которых сейчас не имеют внимание. огромное спасибо, Лена за просто блестящий опыт и феноменальные результаты, которые дают нам всем надежду и на то, что в ближайшее время все страны нашего региона смогут в таком широком масштабе использовать короткие режимы, в том числе БИПАЛ, БИПАЛМ программно. Я вижу, что Фуат на многие вопросы уже ответил, но здесь остались несколько вопросов, которые я, наверное, задала бы Алене, как человека, который уже имеет опыт с большим количеством пациентов на Бипал-М. Я скомбинирую эти несколько вопросов в один. Алена, насколько Бипал-Моксия эффективен у ранее леченных пациентов МЛУ-ТБ и чем вы лечите пациентов, у которых произошла неудача или рецидив после Бипал-Моксия? У нас, если говорится, насколько это эффективно прежде всего для пациентов, у которых рецидив. У нас больше, чем 20% пациентов, у которых рецидив, и мы пока что не видим никакого отличия, пока мы апеллируем 134 пациента, потому что у нас нам больше неудача или лечения. По поводу неудачи в лечении. У нас было 134 пациента, одна смерть, которая не связана с этим, и 6 пациентов. У нас не было ни одной неудачи, и я думаю, что это очень неудача, которая, скорее всего, может быть обусловлена тем, как версия или возникновение резидентности. Нужно будет переходить на длинный режим. Но у нас просто не было неудачи на этом режиме ни в клинических испытаниях, ни в теперешнем. Поэтому я не могу поделиться опытом. Я могу только предположить, что мы можем делать. У нас неудач не было. Огромное спасибо. Еще один вопрос. Во-первых, благодарность от участников за прекрасную презентацию и за отличный опыт. И вопрос. Только 40% пациентов имели полостные образования. А какую клиническую форму туберкулеза имели оставшиеся в когорте? В основном это был инфильтративный туберкулез легких. Инфильтративный, но достаточно большой. То есть сказать, чтобы это был маленький туберкулез, это будет абсолютно неправильно, потому что инфильтративный туберкулез, он же разный бывает, двусторонний. У нас, кстати, двусторонних процессов было достаточно много. Каждый второй процесс, случай туберкулеза, который был включен, имел двусторонние процессы. Может быть, тот показатель, что практически 30% имели микроскопию положительную, говорит о том, что это даже и не совсем свежий процесс. Мы это понимаем, и мы это связываем как раз с эпидемием COVID, потому что раньше таких пациентов в Беларуси было очень мало. То есть мы немножко позже стали их выявлять, и, видимо, это отразилось. То есть как раз процессы были, ну, скажем, которые мне уже очень много лет, у меня огромный опыт в этой области. Я хочу сказать, что я такие процессы видела на заре своей юности, которые сейчас мы лечим, к сожалению, потому что процессы стали тяжелее. И чувствительная, устойчивая туберкулеза как раз за счет того, что мы их позже выявляем, к сожалению. Вот. И тем более эти процессы, с моей точки зрения, и я уверена, что белорусская команда меня поддержит, их тем более надо стараться брать на короткие режимы лечения, потому что мы знаем, что это за больные. Мы вам показали только то, что пациенты наши – это каждый четвертый, злоупотребляющий алкоголем. Как его сохранить? 18 месяцев на лечение. И 6 месяцев – это прекрасный вариант для того, чтобы эффективно, качественно и быстро вылечить пациента. Большое спасибо, Лена. У нас есть также некоторые вопросы, на которые, наверное, лучше ответит вклад, потому что вопросы больше касаются рекомендаций, толкования рекомендаций. Во-первых, вопрос о том, почему режим BIPAL следует остановить и перейти на длинное лечение, если ленизолит был остановлен раньше, чем через 9 недель лечения. Ведь раньше рекомендованный ВОЗ в рамках операционного исследования режим BIPAL разрешал отменить ленизолит через 4 недели использования. Спасибо, я видел этот вопрос сейчас тоже в чате. Дело в том, что с последней рекомендацией мы как бы основываемся немножко на больший массив данных, хотя он тоже недостаточный. Опять-таки, это несколько сотен больных двух клинических исследований. Я знаю, что во многих странах идут тоже такие, которые нам представили, апелляционные исследования. Спасибо опыт из Беларуси, доктор Спракина, который представил. Это очень важно для нас, для того, чтобы мы стараемся обобщить. И вот такой опыт внедрения, чтобы добавить какие-то подробности. Но если основываться на том массиве данных, который у нас был, опять-таки, ZINIX и QG Practical, наибольший эффект отмечения было, если хотя бы 9 недель, так было в этих двух исследованиях, постарались сохранить ленизолит в той дозировке, которая была, которая в данный момент рекомендована, 600 миллиграмм. Есть ли изменения, предпринятые после этого периода? Мы знаем, что, в принципе, основные, в большинстве случаев побочные эффекты от ленизолида возникают после двух месяцев. То есть достаточно намного реже они возникают в период до двух месяцев. Если возникают побочные эффекты, то возможно как бы отрегулировать уменьшением дозы до 300 миллиграмм, то есть на половину, или какой-то временной, или более длительной отменой ленизолида, чтобы все-таки оставить в больном наличении. Но если это сделать раньше, это как бы сильно уменьшает вероятность, повышает риск неудачного исхода лечения. Так как мы должны помнить, что это все-таки, во-первых, краткосрочный режим, 6 месяцев, также режим с небольшим количеством препаратов. То есть каждый препарат, а ленизолит – это один из важных препаратов в этом режиме, увеличивает риск неудачи общего лечения. Поэтому, может быть, это немножко как бы осторожная рекомендация, но она основана на тех данных, которые были. Увеличив количество этих данных, возможно, мы сможем в будущем сделать его более, как бы уточнить его. В данный момент этого сделать невозможно. Спасибо большое, Фуат. Но, кстати, в своей презентации Олена показала скорость конверсии, бактериологической конверсии на режиме БИПАЛ, где видно, что достаточно много у пациентов происходит конверсия после одного месяца лечения, но абсолютное большинство все-таки после двух месяцев лечения происходит конверсия, и 94% уже после трех. То есть, фактически там мы увидели те риски, которые могут быть при раннем отмене ленизолида. То есть, все-таки количество пациентов, которых произойдет конверсия, оно значительно уменьшается в таком случае. И следующий вопрос. Можно ли использовать режим БИПАЛ у пациентов с чувствительной формой туберкулеза при непереносимости препарата первого ряда? В данном случае, я думаю, речь идет о непереносимости рифампицина. Да, я, кажется, ответил на этот вопрос, но могу повторить, что, в принципе, у нас данных каких-то расширенных по использованию БИПАЛ-М или БИПАЛ среди больных с чувствительным туберкулезом нет. Но нет оснований полагать, что этот режим будет неэффективен. То, что он, вот как данные из этих клинических исследований, то, что мы видели, и данные из Беларуси, это эффективный режим. Он не менее эффективен, чем шестемесячный режим с изинеазидом, рифампицином, киросинамидом и тамбуколом. То есть он должен сработать у этих больных точно так же. То есть тут мы совершенно в другой ситуации. всегда, как бы, отношение к режиму первого ряда. То есть режим для чувствительного туберкулеза был, что высокий процент излечения. То есть он даже в общем по миру всегда значительно выше 80%. Режимы лечения для резистентного туберкулеза, которые использовались раньше, всегда, как бы, мы ожидаем результат ниже, чем 80% в общем. В данном случае мы, как бы, перешагнули эту границу. И вот этот режим лечения, он практически имеет такую же эффективность. То есть, хотя данных нет, но суммируя, нету оснований полагать, что он не излечит больного с чувствительным туберкулезом. При условии сохраненной чувствительности к препаратам. Спасибо, Фуат. Следующий вопрос, наверное, я бы задала Олене. Олене, если вы можете поделиться своим опытом. Вопрос, касаемый информации о наблюдении после завершения лечения БИПАЛ. То есть какой ваш опыт наблюдения после завершения лечения БИПАЛ у пациентов? Наверное, здесь в данном случае вопрос идет о рецидиве. Вопрос о рецидиве. Да, спасибо большое за вопрос. Я его вижу в чате. У нас достаточно длительный опыт наблюдения за режимом, за, так сказать, постбипальный период, потому что мы взяли первого пациента в 2018 году за семью десятью пациентами. То есть, потому что это было клиническое испытание. У нас не было ни одного рецидива. И пока что мы дальше продолжаем наблюдать за этими пациентами. Хотя уже прошел огромный период, как вы понимаете. Мы начали лечение клиническое исследование в 2018 году в рамках клинического испытания ТБ-практикал. И закончили уже наблюдение в 2021 году. Вот я показывала на таком календарике. И ни одного рецидива у нас не было. Огромное спасибо. Это очень воодушевляет. Еще один вопрос, наверное, больше Фуаду. Можно ли заменять моксифлоксацин на левофлоксацин в случае, допустим, непереносимости или каких-то других причин? Я только увидел этот вопрос, ответил в чате также. Ну, как бы это одна группа препаратов. Торхиналоны. Есть, естественно, кросс-резистентность. Данных о режиме BIPAL-M, где вместо моксифлоксацина используется левофлоксацин, у нас нет. Поэтому мы не можем что-то сказать по этому поводу, основываясь на каких-то данных. Но вот вторая часть вопроса в случае резистентности к торхиналонам, я думаю, это не имеет смысла заменять моксифлокси левофлоксацин. Поэтому просто можно убрать моксифлокси. Большое спасибо. Я благодарю наших спикеров. Лена, Фуарт, Александр, огромное вам спасибо за очень интересные презентации, за то, что вы ответили на все вопросы. Те вопросы, которые я не успела озвучить, ответ на них вы уже видите в чате. Так что все, кто задали вопросы, смотрите в чате. Ответы уже есть. И я передаю слово Александру Коротичу для того, чтобы он представил еще несколько интересных слайдов, касающихся коротких режимов. Александр. Спасибо большое, Эльмира. Хочу также поблагодарить Фуаду за то, что он отметил роль данных операционных исследований, данные, которые могут быть рассмотрены при формировании рекомендаций. В частности, по БИПАЛ региональное бюро ВОЗ помогало и Украине, и Туркменистану, и Литве проведение операционных исследований. БИПАЛ и пациенты были набраны. Они продолжают лечение. Еще будет 12 месяцев последующего наблюдения. Поэтому просим страны, даже если вы перешли или переходите на программное использование БИПАЛМ и БИПАЛ, не забывать про эти операционные исследования, продолжать собирать данные, чтобы эти данные дальше были использованы в уточнении рекомендаций, как уточнял уже Фуад. Ну и также, наверное, у многих вопрос, что относительно операционного исследования МКРЛ. Вот мы набирали пациентов, собирали данные, ну и сейчас еще пациенты набираются. У нас есть на данный момент уже почти 6 тысяч пациентов на коротких режимах МКРЛ, включенных в рамках операционных исследований в условиях региональной когорты и страновых национальных когорт. Эти пациенты и эти данные продолжают собираться. Мы рассчитываем, что датасет региональной когорты, который состоит из 2800 пациентов, будет практически полностью готов в третьем-четвертом квартале этого года. И мы планируем провести как раз анализ этой региональной когорты. И вот в рамках наших планов на 2023 год мы планируем написание статьи на основании этой региональной когорты с основными данными по эффективности и безопасности, а также по 12-месячных наблюдениях. Поэтому просим страны ускорить сбор этих данных, особенно данных 12-месячного наблюдения за пациентами. И планируем также готовить финальный отчет этой инициативы до конца этого года. И дальше мы уже будем вести разговор с Фуадом, его коллегами, по отношению того, как эти данные в будущем могут быть рассмотрены группой ОПОС по разработке консервированных рекомендаций. Но также мы хотим отметить, что техническая помощь регионального бюро ОПОС по ведению операционного исследования МКРЛ будет продолжаться. И наши ежеквартальные миссии продолжатся в 2023 году, а также виртуальный медицинский консилиум продолжает предоставлять консультации по пациентам. И дальше планируются вебинары. Спасибо большое, Игорь, за то, что эту работу проводится в максимально краткие сроки. И все консультации получаются в районе двух дней. И таким образом дальше мы планируем, как уже отмечалось в рамках сегодня нескольких презентаций, то, что Алена отмечала, мы планируем, что страны будут продолжать свои страновые конкурты МКРЛ, по крайней мере для пациентов, которые младше 14 лет, для беременных, для кормящих, как отмечала Алена. А также, если поставок притомонита будет недостаточно, чтобы обеспечить все потребности, то тоже учитывайте, что можно продолжать МКРЛ в условиях операционных исследований. Ну, а дальнейшее место будет определено, я думаю, в последующих анализах данных о результатах исследований МКРЛ, в частности, региональных агвардей. Спасибо большое за вашу активную работу по внедрению этой института. Спасибо. Спасибо большое, Александр. И для завершения данного вебинара я передаю слово доктору Аскару Едельбаеву. Спасибо большое, Эльмира, уважаемые коллеги, уважаемые спикеры, за освещение сегодняшней такой очень важной темы. Эта тема на самом деле является очень актуальной для всего мира, но в частности, в особенности, для нашего европейского региона ВОЗ. И все вы знаете, мы уже проводили ранее вебинар, освещая то, что в европейском регионе ВОЗ, начиная с января этого года, действует новый региональный план действий по туберкулезу, на 2023-2030 годы, который описывает те стратегические основные направления, которые нам необходимы для того, чтобы снизить время туберкулеза и его лекарственно-устойчивых форм к 2030 году. Однако же в этом региональном плане, мне просто хотелось бы еще раз напомнить, есть промежуточные целевые ориентиры, которые нам необходимо достигнуть к 2025 году. То есть достигнуть эффективности лечения множественной лекарственно-устойчивого, рефампицинно-устойчивого туберкулеза и достигнуть уровня эффективности до 80% не ниже. Последние данные, которые у нас имеются по ГОРТе 2019 года, эта эффективность составляет 57%. То есть разрыв очень большой. Но тем не менее мы надеемся, что, во-первых, все усилия, все мероприятия, которые были предприняты странами и которые сейчас предпринимаются, в частности по расширению доступа к новым противотуберкулезным препаратам, которые не являются уже новыми, но тем не менее эти режимы лечения позволяют лечить пациентов эффективно, безопасно и без инъекций, и тем более с возможностью сокращения продолжительности химиотерапии, что очень важно как для пациентов, так и для системы здравоохранения, оно позволит нам в очень короткие сроки достигнуть этого высокого целевого ориентира. И на самом деле он не является амбициозным, он является вполне достижимым и реалистичным. И те рекомендации ВОЗ, которые вышли в обновленном виде в декабре 2022 года, они на самом деле позволят нам в программном применении, если оно будет расширяться, достигнуть этого показателя также. Но так же, как и говорил Александр, период перехода к этим рекомендациям, он, конечно же, будет. Он будет занимать время. Не все сразу же будет проводиться с первого дня. Конечно же, именно в этот промежуточный период, но также и для определенной категории людей, те режимы лечения, которые вы используете в рамках модифицированных МКРЛ операционного исследования, должны продолжаться. Сегодня вебинар, он был рекордным по посещению. Я заметил, меня могут коллеги поправить, 312 соединений. 312 соединений, но это не означает, что это 312 людей, которые присоединились. Вас гораздо больше и нас гораздо больше вместе в борьбе с туберкулезом и с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Ровно через месяц наступает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Так поэтому давайте же соберем все наши усилия для того, чтобы победить эту нехорошую болячку. Спасибо большое. Спасибо большое, Оскар. Спасибо, дорогие коллеги, за активное участие. И до скорых встреч на нашем следующем вебинаре. Всего хорошего. Спасибо.